Виталий, вот когда анонсировали ваш бой с Оли Томпсоном на РНТВ, многие удивились, потому что привыкли видеть вам все-таки в Делатар, также были переговоры с РСС и так далее. А как получился бой с Томпсоном на РНТВ? Бой с Томпсоном на РНТВ получился, потому что были переносы, у меня была договоренность выступления в рамках РСС и организации, но по моей причине мне пришлось перенести этот поединок на следующий турнир, до этого еще там были некоторые переносы, поэтому простой же, достаточно большой, и все равно динамика такая получается, что мы все равно что-то переносим, 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 и вот как раз в этот момент времени поступило предложение с РНТВ выступить, и мы с тренером посоветовались, он мне до этого говорил, что Виталий, каким возвращением смешанное единоборство, да, перед возвращением, серьезным боям нам нужно провести, как-то вернуться, нам нужно почувствовать свои клетки, почувствовать себя в бою, поэтому я думаю, он говорит, я думаю, что нужно принять предложение выступить в рамках Лиги РНТВ, даже не обозначая соперника, например, решением, что готовы выступить, и потом из этого явился Валент Томпсон, и все закручивается. То есть, ну, я считаю, что мы правильное решение приняли, надо стартануть, потому что перерыв уже практически два года после крайнего поединка, и до того поединка был большой перерыв, поэтому надо, как кажется, со мной скатываться, опробовать свои силы, восстановиться, восстановить, как говорится, былые кондиции, постепенно я к этому иду. Алексей Лейник прям по ходу боя с Олей Томпсоном узнал, что будут поднимать из партера, я понимаю, он думал, что будет бой по классическому ММА, по каким правилам будет ваш бой? Ну, я думаю, что для меня плохих неожиданностей в плане правил в этом бою не будет точно, потому что мы деремся по правилам самым неудобным для меня, это чистый бокс в перчатках для смешных единоборов, в фенгардах. То есть, каких-то более неудобных моментов для меня уже не будет, поэтому даже если Томпсон начнет бороться, я об этом не буду знать, я буду только счастливым. А вы до этого смотрели бои Томпсона? Ну, конечно, я посмотрел бои, с Алексеем Лейником тоже пообщались, потому что он уже тоже готовился, он под своим углом смотрел, изучал, я под своим, он поделился своими впечатлениями о технике Томпсона, разобрал свои какие-то ошибки. Ну, вот так, мы прям обстоятельно с ним поговорили, да, и для меня эта беседа очень полезна была. Конечно, бои смотрел. Камил Гаджиев говорил, что раз связывался с вами и посоветовал быть вам на чеку, чем Томпсон может быть опасен для вас? Слушайте, ну, чем он оказался опасен для Лейника? Ну, вот, человек, который в данном случае, да, в моем конкретном случае, Оль Томпсон, по-разному можно относиться к нему, да, там, как к действующему бойцу, но он постоянно практикует, он постоянно дерется, он постоянно находится в бойцовском тонусе. У меня был простой. И Камил, как раз, он правильно, он именно двословно мне сказал, говорит, нужно быть на чеку, нужно быть сконцентрированным и внимательным, нельзя недооценивать. Он это говорил как раз-таки с точки зрения того, как я его понял, что был большой простой, не было практики и концентрацию терять нельзя, потому что психологически, внутренне, имея такой опыт, имея базу большую, допустим, да, там, и опыт выступления в боях и достаточно, да, и вообще, в принципе, в профессиональном спорте. Головой ты понимаешь, что ты еще тот. Вот, есть уверенность, есть знание, есть понимание, но тело-то уже, возможно, не то. Тело-то уже так не работает, поэтому концентрация, мы знаем, ты, может быть, видишь, ты, может быть, момент, ты, может быть, готов к тому, чтобы, там, удернуться быстро, отреагировать, а тело, там, вот, в голове-то, ты готов, а тело может не отреагировать правильно. Поэтому, правильно Камил сказал, нужно быть максимально сконцентрированным, и, как говорится, первый поединок, длительное, простое, он не должен быть смысленно, что ты тот, вот, каким ты был. К этому нужно вернуться и физически, и потом психологически осознать, что ты действительно вернулся. Поэтому я ни в коем случае Олю Томпсона не дооцениваю, как и, в принципе, ни одного из своих соперников, о которых мне тогда тоже говорили, да, там, старого прейза, еще какого-то. Это все условности, которыми апеллируют, ну, болельщики. Они их со стороны смотрят, и для них, да, пожалуйста, ты, вот, если они тебя воспринимают как топа, вот, ты должен драться с лучшими, да, и так далее. Форма всегда, она не бывает одна, вот, пока идеальная, навсегда. Сегодня ты в форме, запрытый, по каким-то причинам, может быть, совершенно не в форме, даже не смотря на то, что ты тренируешься, готовишься. Пик формы – это такая очень собирательная штука, как и секрет успеха, да, это очень собирательная. Особенно много факторов, которые влияют на твою форму, много факторов влияют на твою успех, как психологически, так и физически. Поэтому здесь недооценивать точно нельзя никогда ни такого соперника, ни одного. Я ощупил на себе этот период своей карьеры, в том числе и бойцовского. Известно, что ваша основная работа – это не бои. Удалось ли вам нормально подготовиться к бою? Хватало ли у вас времени, чтобы полноценно тренироваться на постоянной основе? Мне хватает вполне времени для того, чтобы тренироваться нормально. И я не привязан к месту, не должен быть абсолютно на месте. У меня достаточно, в принципе, график такой. Даже когда я выезжал в какие-то калинингировки, у меня всегда есть возможность находиться в зале. Вопрос другой, что не всегда можно найти спорим партнера, даже в Москве. В Москве можно поработать, соответственно, уровень и веса хотя бы. В этом есть сложности. Мы об этом неоднократно в разных форматах интервью и интервью-бачках общались с Георгией Орули. О том, что, казалось бы, у нас много тяжеловесов в России, таких, которые сейчас выступают в разных лигах. Но бог его пойми, кто где тренируется и как тренируется. Я считаю, что для того, чтобы расти и прогрессировать как спортсмен, как профессионал, нужно всегда искать возможность тренироваться с лучшими и тренироваться вместе. Вместе, все вместе. А у нас так получается, что все где-то, каждый по своим залам, друг по другу, какие-то свои особые техники прячут. Мы не совсем, я с этим согласен, мы должны расти друг на друге. Вот с этим как бы есть сложности. А сложность с тем, чтобы посещать два раза в день зал, совершенно никаких. Утром у меня всегда кардио, либо бассейн, либо аэробная работа другая. На эллипсе, там, эти сами, интервальные работы, либо, в смысле, не на эллипсе, на аэробайке, либо на эллипсе 40-50 минут, либо на дорожке. То есть, обязательно с утра что-то из этого есть, а вечером это залоги на дорожке. Вы говорили, что должны были выступить на RCC, как я понимаю, это должен был быть февральский турнир. И я правильно понимаю, что вы будете драться в итоге на RCC в мае? Мне бы хотелось выступить в мае. Сейчас я в ближайшее время, даже буквально сегодня-завтра свяжусь с руководством и узнаю о нынешнем статусе. Потому что мы готовились к пренеру к большому и не было понимания по патарду на май. Понятно, что там нет в мае, понятно, что в главном бою будет, наверное, Штеменко с кем-то, Сашка дерется с Штеменко. Мне бы хотелось все-таки не затягивать и также в мае выступить на RCC. Но пока еще от организации, от руководителя я не получил точную, точную, прямо в ожидании нахожусь. Но хотелось бы в мае выступить. На это надеюсь. Как вы восприняли новость о слиянии Белатерс по ФЛ? Вызвало ли у вас какие-то эмоции? Эмоций никаких не вызвало, кроме надежды на то, что будут проводиться турниры в Европе. Вот так у меня нет американской визы. Это какой-то, так скажем, надежда на то, что все-таки будет возможность выступать в Галатоле. И действительно, на 2024 год анонсировано, по-моему, 4 или 5 турниров в Европе, в Саугас-Аравии турниры, но, к сожалению, я пока не могу получить обратную связь. Могу ли я рассчитывать на выступление в Европе? Надеюсь, что в ближайшее время мы с менеджером свяжемся и я получу квадратную связь. Потому что Беллатор перешел юридически полностью под ПФЛ. Со всеми, когда организация выкупается, она выкупается со всеми долгами, прибылями, со всеми плосками и так далее. Соответственно, ростер спортсмена Беллатора также переходит со всеми контрактами под ПФЛ. Поэтому я уверен, что я могу рассчитывать на поединки в Беллаторе. Но хотелось бы, чтобы менеджмент дал обратную связь. Я-то, Наташа, проработал этот вопрос и дал обратную связь. Как это видит руководство Беллатора? А пока с ними вообще никаких контактов не было? С менеджером пока получается такой период, я не знаю, в районе где-то недели три мы можем связаться. Резван, видимо, где-то либо улетел куда-то, либо пока нет обратной связи. То есть я к тому, что если вы на контракте с ПФЛ или Беллатор, они же должны как-то одобрить, не одобрить бои за пределами лиги, то есть в РСС и так далее. Здесь это мы проговаривали. Здесь проблемы тут нет. На это разрешение было. Если ПФЛ в итоге будет заинтересован и даст вам бой, будет ли подготовка к этому бою отличаться от того, что вы делаете сейчас? Да нет. С кем она может отличаться? Я стараюсь готовиться по всему одинаково. Как можно к боям готовиться по-разному? Можно готовиться правильно или неправильно, но по-разному нет. Ну, я имею ввиду полный лагерь. Ребята уезжают в Старый Оскол, в горы. и тап-тап. Да нет, я в Турнире буду готовиться явно не в Москве, я буду уезжать на сбор, конечно. Конечно, буду уезжать на сбор. И то, что сейчас мы беремся выступаем здесь в Москве рамках Рена, это тоже этап определенный. Я это воспринимаю, понятно, что воспринимаю полноценный бой, все нормально, но это для меня внутренне все равно как один из этапов подготовки, потому что уровень конкуренции, уровень оппозиции всем будет значительно выше. Понятно, что вы знаете тяжей из Белатар, из своего дивизиона, а слышали ли имена каких-то тяжей именно из ПФЛ? Я знаю, наши ребята, которые в ПФЛ выступали, я знаю чемпионов, которые сейчас есть, большой парень, я фамилию не помню его, но за ПФЛ я следил только по причинам наши выступания, Денис Гольцов выступал, Алиса выступал в свое время, ряд ребят наших, я так не слежу за остальными. Вот недавно Вадим Немко дрался с Бруно как пилотцей, видели ли в этом бой? Бой не видел сам, не знаю, что Вадим выиграл без особых проблем. Ну, Вадим сейчас на таком ходу, не знаю, мне кажется, его сейчас нужно по возможности закидывать под все молотки, он будет сейчас перемалывать все, вот именно сейчас, ему нужно сейчас двигаться дальше однозначно. он очень антитичен, очень вынослив, разнообразен в ударной технике, просто так длинно бьет классно. Его сейчас нельзя передерживать, его нужно толкать дальше, искать все возможности толкать дальше, потому что это все очень быстро заканчивается, эта форма уходит, потому что резервы организма не безграничны, сегодня это так, завтра ты сегодня нагрузку выдерживаешь, сегодня тайминг этот выдерживаешь, а завтра просто по щелчку организм откажется так работать и все, поэтому нужно сейчас максимально из этого брать, Вадиму нужно двигаться дальше. Вот Вадим сам говорил, что хотел бы провести бой с Фрэнсисом Гану, который тоже на контракте с ПФЛ, вы представляете кто немков против Гану и кто будет фаворитом? Слушайте, но по классу немков выше, ну, если не на две головы, но на головы точно, по классу техники, ударки, выносливости, подвижности, в Мгану есть просто банка, тяжелый удар. Если Вадим будет двигаться так, как двигался в боях, если он будет резервы рейсинговать, если правильно начнет, утомит, отобьет ему брюхо, не знаю, как-то, ну, в общем, как бы не полезет сразу в размину, он и не лезет обычно сразу в размину. Правильно выстроит план на бой, он без проблем с бюджетом в Мгану, его потому что раздули, прям серьезно раздули. В плане своей техники, я не вижу ничего естественного, но у него есть, потому что сильный удар. Сильный удар и у Нилькова сильный удар тоже, и на Викторе сильный удар. У него выглядит просто так грозно, мощно, атлетично, но непобедимых бойцов не бывает. А свой бой потенциально представляли с Нилькова? Какой смысл представляться, если пока реальных возможностей подраться с ним нет. Я бы с удовольствием принял этот вызов после БМБ. А как думаете, в принципе, Нгану вернется в УМА, учитывая, что он за два боксерских боя заработал где-то 50 миллионов долларов? Здесь, знаете, с точки зрения его потенциала и возраста и здоровья, которое мы видим, я считаю, глупо не было не возвращаться, не вернуться. С точки зрения удовлетворенности от того, что он получил, и от титула в ММА, и от бокса уже в финансовом плане, может быть, он удовлетворен и ему это не нужно, потому что в бои не идут просто ради того, чтобы драться, в бои идут для того, чтобы заработать. И это глупость большая, когда кто-то говорит, что я за идею готов, а то нет. Нет, за идею может быть, когда-то в начале, за идею титул, мы, это моментальность наши россияне, когда мы за медали готовы мне все здоровье отдать, за титул, за свою цель. Ну, конечно, не за медали, а за целью, которую ты перед собой стоишь. И нам деньги не нужны, нам нужна цель. Но когда ты цели добился, когда ты добился медали, когда добился этого удовлетворения, конечно, финансовая составляющая очень важна, потому что у всех сильных, у всех, каждый хочет и строить свою жизнь. Поэтому, если финансовым данным удовлетворен, то, я думаю, что, может быть, он не выйдет. Но, если предложат хорошие деньги, я считаю, глупо не, так сказать, не пополнять этот резерв финансовый на своем счету. потому что все равно гнаться за каким-то методическим наследием или, только у нас, наверное, у нас постараются сохранить какое-то представление о себе хорошего среди зрителей и так далее. А за границей это заработок денег. Пока есть возможность зарабатывать, их нужно зарабатывать. Потому что потом со своими титулами, своей известностью кому-то нужно будет. Это все проходим. А дети твои кушать хотят всегда. И ты, имея финансы, если вложить правильно свое любимое дело создать для себя учеб, ты можешь быть полезен еще и для других детей в пользу промоцития. Давать им какие-то возможности для самореализации. Каждый свое. Каждый свое мечтает, каждый свое хочет. И что хочет не дам, знает только он. Кстати, про пояса и наследие Камил Гаджиев после того, как Анатолий Малыхин завоевал третий пояс в 1FC, сказал, что три пояса в 1FC стоят меньше, чем пояс в UFC. Потому что через 15 лет про Малыхина никто не вспомнит, а чемпиона UFC помнят всегда. Согласны с тем, что один пояс в UFC ценнее трех в 1FC? Для кого как? Для Малыхина ценнее три пояса в 1FC. он выступает там, а не для него цена. Он добился потолка того, что в этой организации нужно добиться. Он еще в том возрасте, когда он может попробовать себе в UFC. Что касается веса пояса, понятно, что сегодня UFC весят больше, чем пояс любой другой организации. И это весит только потому, что этот вес создает ему аудитория. Аудитория UFC гораздо выше. Соответственно, вес и статус пояса придает аудиторию люди. Кто воспринимает. Я согласен с Камилом, что пояс UFC он конечно весят больше пояса любой другой организации на данном этапе для широкой общественности мировой. Но еще раз повторюсь, что Малыкин добился потолка в той организации, в которой выступает. и я думаю, что если ему будет возможность дерзнуть UFC, он будет достаточно конкурентен. Последний вопрос. Вот как раз по поводу Малыхина начали спорить, кто лучший тяж в итоге в России на данный момент. Камил сказал, что Малыхин на данный момент лучше Павловича. А кого бы вы назвали топ-3 российских тяжей на данный момент? Я бы никогда не стал называть. Топ-3 российских тяжа можно определить только в рамках гран-при русских цыголовесов, о котором много говорили, но ни разу не организовали. Потому что каждый хочет быть лучшим, каждый в своем болоте, условно говоря. А так, чтобы собраться и действительно выяснить. Вот о чем я говорил в начале интервью, собраться всем в одном зале. Все равно каждый себе где-то определить лучшего, определить тройку, может только селекция какая-то. Собраться, провести гран-при тяжеловесов, я не знаю, кто не способен на то, чтобы организовать вот это. Организовать не физически, технически, организуют многие. А вот собрать тяжеловесов и провести между ними гран-при, это уже даст какую-то оценку и даст действительно какие-то показатели. Но опять же, среди каких-то тяжеловесов. Есть тяжеловесы нашего поколения, моего, Саша Волков, я там Павел чуть моложе, другие ребята еще моложе. И вот как ты сейчас всех соберешь и определишь. Из тех, кто сейчас действующих, я себя возьму и считаю себя действующим, ну можно попробовать и понять тогда, кто лучше. А так вообще гадать на копейле гуще. У каждого своя аудитория и аудитория считает лучшим своего фюмера. Риторический вопрос. Кто лучше же.